Друзья мои, всем добрый день! Сегодня 12 декабря. Это Ленинградская область. На улице у нас вот такая вот погода. Мороз и солнце, день чудесный. Снега вот такое количество. Минус где-то 1-2 градуса. Замечательная погода. Ну и декабрь месяц. Чем же я занимаюсь сейчас? Хочу вам показать, рассказать. Значит, по поводу устом, которые были посеяны, у нас 27 ноября. Потихонечку они всходят. Взошло мне где-то порядка 70%. Вот, можете посмотреть их особо-то не разглядеть. Вот такие вот они маленькие. Стоят они у меня под лампами. Сейчас я включу. Вот, хорошо видно вот такие. И вот россыпью. Светочка, спасибо большое. Светлана, подписчица, мне прислала семена. Вот они вообще вот так вот шикарно взошли. Значит, ну ждем, ждем. Растут, ничего не трогаем. Вот так вот приоткрыта у меня баночка. Это с... И вот так вот горит лампа. Стоят они под лампой. Здесь еще. Здесь у меня посеяна бегония. Вот. Купила я пиларгонию королевскую, плющелистную. Вот. Буквально вчера. Очень влажная. Вот надо высушить. И буду к празднику выращивать. Хочу, чтобы попробовать, чтобы она зацвела. Вот. Вот. Также другой у меня стул. Здесь у меня посеяна... Сейчас я выключу. Уже я посеяла 5 числа питунью ампельную. Начинает она всходить у меня. Тоже хочу ее потом начеренковать, попытаться. В общем, надо что-то делать. Здесь уже я начеренковала пиларгония плющелистная. Пакета нету. Но знаю, что она такая белая была. Цветки такие, как называется, вот надо найти. Значит, черенковала ее просто в землю. Вот так вот. Тоже все смотрела в ютубе. И видела один канал. Там мужчина черенкует. Вот, знаете, вот так вот вперлит. Ну, тоже были череночки. Я вот так вот попробовала. Вот мы посмотрим. То есть череночки вставляются в сухую перлит. Наливается вода. И вот так вот стоит. Ничего я не закрывала. В корневин не обмакивала. Ну, говорят, что она хорошо причеренковывается. Ну, вот посмотрим. Вот это две калибрашки у меня. Это то, что было выращено. И из кустиков я вот несколько... Так уже под конец даже морозы были. Обрезала веточек. Сунула их тоже причеренковать. И вы знаете, вот две штучки причеренковалась. Одна желтая, другая фиолетовая. Вот здесь тоже петунии начинают сходить. Здесь петунии. В общем, работа кипит. Не знаю, тут есть. Нет ли? А, посмотрю потом. И хочу я вам, друзья мои, посоветовать. Вот, посмотрите, перчик. Это колокольчик из своих семян. Посеяла я три семечки. Все три семечки взошли. Вот. Посеяны они были вместе с эустомой. Вот. То есть за две недели вот такой вот получился росточек. Посеян фторф финский. Ну, вот выглядит чудесно. Видите, уже за две недели, то есть я ничего не замачивала. Просто положила семечку. И вот такой вот уже получился у меня росточек. А для чего я это сделала? То есть с 15-го числа знаю, что многие будут начинать тоже сеять эустому. Вот рекомендую вам острый перчик все-таки посеять. Мы его будем формировать интересно. То есть результаты были такие интересные. Но пока толком понять я не могу, что от чего, как. Поэтому семена есть. Многим я посылала. В общем, короче, нужно нам посадить. Буду тоже еще сажать. Начнется будет луна растущая. В общем, короче, тоже еще посажу острых перцев. Будем их формировать. И пересаживать больше горшочки, чтобы получить большие урожаи острого перчика. И потом мы будем делать заготовочки. Вот их. Ну, один я что-то даже не знаю взяла. Почему-то выкинула. Ну, в общем, взошли все три хорошо. На вид зелененький. Видите, все нормально. Ну, вот так вот. В основном, что утром расцветает поздно. Значит, вечером темнеет рано. Ну, в общем, короче, какая-то у нас спячка сплошная. Вот. Ну, спячка и прогулки. На заслуженном отдыхе. Поэтому вот так вот. Ну, вот все, что делаю. То есть, следующее, что я буду делать, это где-то в 20-х числах в начале там. Это подкормка кальциевой селитры первая. Пока все пусть стоит. Вот, наверное, что-то, если у меня до 15-го еще тут не взойдет, то я, наверное, что-то еще подсею. И посмотрим тоже по срокам. Тоже это интересно все. Ну, вот, друзья мои. Спасибо, что смотрите. Всем хороших выходных. До свидания.